Зарайский День Знаний Зарайский День Знаний Зарайский День Знаний Невкусный подарок «Мороженое» получили школьники по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Акция в области реализуется второй год подряд. Холодное лакомство стало приятным сюрпризом и для учащихся начальных классов Зарайского городского округа. С наступлением нового учебного года за парты сели порядка 3700 учеников. О том, какие изменения ожидают педагогов и учащихся в новом учебном году, рассказала начальник управления образования городского округа Зарайск Елена Прокофьева. В этом году вводится очень важное такое новшество. Можно сказать, что это, наверное, даже не новшество, потому что такие традиции у нас были одно время в нашей школе. Это поднятие флага Российской Федерации каждый понедельник. И первым уроком каждый понедельник, новой учебной недели, будет проводиться цикл внеурочных занятий, которые называются «Разговоры о важном». Этот цикл занятий направлен на то, чтобы ребята хорошо понимали, что такое Родина, что такое Россия, какие символы есть у нашего государства. Этот цикл занятий призван воспитывать уважение к символам своего Отечества. Этот цикл занятий направлен и на то, чтобы ребята знакомились, в них формировалось чувство любви не только к Родине, но и такие важные ценности, как ценность семьи, ценность взаимопонимания в семье. Образование, в первую очередь, многие считают, что это процесс обучения. На самом деле, на первое место мы, наверное, ставим все-таки воспитание, потому что никакой объем знаний не заменит важнейших человеческих качеств. Поэтому сейчас в штатное расписание всех школ введена должность советник-директора по воспитанию. У нас в каждой школе с этого года создается Центр детских инициатив. Там, где ребята могут проявить свои лидерские качества, могут выбрать дело по душе, могут участвовать в различных, очень значимых, хороших проектах. В этом году на территории городского округа Зарайска расширяется сеть точек роста. Это центры, естественно, научного гуманитарного цикла. Если в прошлом году у нас в трех зданиях школ были такие центры, сейчас в шести зданиях школ. На будущее предполагается, что практически во всех зданиях такие центры, точки роста будут. Большое внимание сейчас уделяется развитию массового школьного спорта. Поэтому у нас уже создано много школьных клубов. Они будут действовать в каждом образовательном учреждении. Школьные спортивные клубы. У нас ежегодно в городском округе проводится смотр театральных коллективов. Вот эта деятельность у нас будет дальше развиваться. В каждой школе школьные театры. Большое внимание уделяется сейчас деятельности волонтерской. И мы очень рады, что у нас старшеклассники активно в эту деятельность вовлекаются. Потому что бескорыстное служение обществу, бескорыстная помощь тем, кто в ней нуждается, это, опять-таки, воспитание очень важных личностных качеств. То, без чего общество развиваться дальше не может. Я хочу сказать, наверное, вот начиная с дошкольного образования. Сеть дошкольных образовательных учреждений на сегодняшний день это 15 детских садов, образовательных комплексов. И сегодня в детские сады приходит очень важный проект. Проект преемственности дошкольного и общего образования, который называется «Пресс-скул». Это математика в детский сад, это цифровизация образования, начиная с детского сада. И, конечно же, вот четкая преемственность перехода с дошкольного образования в общее образование. Вообще я хочу обратить внимание, что дошкольное образование – это первый уровень общего образования. И оно носит обязательный характер. Поэтому дошкольное образование должны получать все дети. Конечно, есть те, которые воспитываются в семье вплоть до школьного возраста, до 7 лет. Но детские сады в этом случае тоже пытаются оказать помощь родителям. И у нас на базе детских садов создаются конституционные пункты для родителей. Вот пока они действуют в четырех дошкольных учреждениях. Но мы планируем, что эта сеть конституционных пунктов для родителей будет расширена. Потому что это вот такая важная помощь к тому, чтобы ребенок был готов к школе, и первый класс для него был безболезненным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если говорить о достижениях школ этого года, можно с гордостью сказать, что из пяти школ, четыре школы у нас входят в 500 лучших школ Московской области. Две школы, это гимназия номер два и лицей номер пять, входят в топ-100 лучших школ Подмосковья. Это хорошие, значимые успехи. Причем лучшей из всех этих школ является в этом году гимназия номер два. Замечательные выпуски в этом году имеет гимназия. 12 медалистов, которые с успехом подтвердили свои медали на государственной итоговой аттестации, и все поступили в ВУЗы по тем направлениям, которые для себя определили. Успешно закончили девятый класс выпускники основной школы, и часть из них продолжила обучение в десятом классе, часть выбрал профессиональное образование. Выпускники гимназии успешно приняли участие в Олимпиаде школьников, Всероссийской Олимпиаде школьников, и из 12 призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников, которые являются представителями наших зарезких школ, пять из них – это учащиеся гимназии номер два. В этом году учитель гимназии номер два стал победителем конкурсного отбора лучших учителей на федеральном уровне. Это учитель русского языка и литературы полковая Наталья Михайловна. В этом году, как я уже сказала, предстоит очень большая и важная работа по организации системной, очень целенаправленной работы в сфере воспитания, учитывая сегодняшнюю международную обстановку, учитывая, опять-таки, важность понимания правильности проводимой государственной политики в защиту интересов граждан России. Вот в этом направлении будем работать очень целенаправленно. Далее, для нас очень важно, чтобы те оценки, которые получали ребята, были объективными, то есть оценка подтверждалась знаниями. И мы уже не один год работаем над объективностью выставленных отметок, потому что если стоит пятерка и на знаниями не подтверждена, такая оценка никому не нужна. Вот в этом направлении работаем глубоко, серьезно, и у нас есть уже довольно положительная динамика достижения результата. Поэтому те медали, на которые будут претендовать наши выпускники, мы делаем все для того, чтобы эти медали были действительно даны объективно с обеспечением глубоких знаний. И еще одно направление, которое мы сейчас очень активно развиваем, – это развитие олимпиадного движения. У нас Московская область в этом году вышла на второе место по результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников. И сейчас перед системой общего образования Зарайска стоит задача, чтобы мы вносили тоже более весомый вклад вот в эту копилку Московской области в плане победителей Всероссийского этапа Олимпиады. Губернатор показывает большую поддержку талантливой молодежи и серьезные вознаграждения и премии тем учащимся, которые стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады. Вот нам очень хотелось бы, чтобы среди этих призеров и победителей Всероссийского этапа Олимпиады были зарайские школьники. Для этого мы организуем цикл занятий для таких одаренных, мотивированных школьников. Мы заключили договор с Политехническим институтом города Коломны, и преподаватели этого института будут заниматься с нашими школьниками. Мы заключаем договор с Государственным социально-гуманитарным университетом Коломны и будем проводить вот такую целенаправленную подготовку, чтобы ребята у нас стали не только призерами регионального этапа, но и победителями регионального этапа, и призерами, и победителями Всероссийского этапа Олимпиады. Это хороший будет старт для того, чтобы ребята поступили в ВУЗы по профилю Олимпиады без вступительных экзаменов по этим предметам. От всей души желаю педагогам, родителям успешного учебного года. Мы все с вами прекрасно понимаем, что мы с вами имеем единую цель в жизни. Мы хотим вырастить наших детей достойными гражданами России. Мы хотим дать им те знания, которые позволят быть конкурентно способными не только при поступлении в ведущие ВУЗы страны, но и в будущей своей профессии. От того, насколько мы совместно будем работать рука об руку, понимая друг друга, поддерживая друг друга, вот тогда мы этой цели достигнем. Мира, здоровья, успехов, взаимопонимания и взаимосотрудничества. Над сюжетом работали Ольга Желдева, Анастасия Булатова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант» Зарайское кабельное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова